Конно-спортивные соревнования, матч юношеской футбольной лиги и победы Амурчан. Об этом и не только. В ближайшие пару минут расскажу я, Юлия Мишурнова. В эфире рубрика «На спорте». Здравствуйте! Субтитры предоставил DimaTorzok Во время голуба конь касается земли лишь одной ногой. Есть риск поскользнуться. 16-летний Степан Савчук вместе с Рэйвом преодолел испытания успешно, но не смог утихомирить напарника. Слетел с седла. Он недавно приехал. Он молодой. Он не уверен в себе. И он испугался флажков музыки и дальше просто не пошел. Второй конь, но он уверен в себе. Он участвовал уже много раз. И он все сделал, как я хотел. На состязание в Благовещенск приехали всадники из Шимановского, Серышевского и Ивановского районов. Участников собралось меньше, чем ожидали организаторы. Внесла свои коррективы непогода. Те, что все-таки решились на забеге, показали резвость ниже той, к которой привыкли. Качалка устроена таким образом, когда сидит наездник, он своим весом приподнимает лошадь. Наоборот, и лошади легче бежать. А когда грунт тяжелый и колеса пробуксовые, то лошади нужно еще и тянуть эту качалку. Поэтому резвость уже не та. Иван Войцеховский из Ивановского района участвовал в забеге вместе с отцом. Родственниками оказались и лошади. Конь Ивана на секунды обошел свою сестру. Всадник верит, свою скорость он еще покажет. Это их первое выступление в спортивном дуэте. В Тибет три года. Не так давно только купили. Бегаем. Лошадь неплохая. Но, конечно, мы каждый день занимаемся, ездим сюда, в деревню, сюда тренировать. Сейчас на ипподроме готовятся к крупным соревнованиям. В конце августа сюда съедутся всадники и лошади со всего Приамурия из Хабаровска, Читы. Причем как частные коневладельцы, так и ипподром. Главное, чтобы погода встретила гостей солнцем. Две медали привезли с международных игр «Дети Азии» амурские спортсмены. Они проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа и собрали больше 1300 атлетов из 13 стран мира. Среди участников разыграли 273 комплекта наград по 19 видам спорта. Бронзовым призером стал амурский борец Владимир Басов. Он выступал в весовой категории 85 килограммов, в которой провел пять поединков. Еще одну медаль завоевала спортсменка из Благовещенской Елизавета Зайченко. Она стала третьей в плавании в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В ней она участвовала с девушками из Хабаровска. В личных испытаниях пловчиха также показала достойные результаты. Как отметила сама спортсменка, на играх «Дети Азии» она улучшила свои личные показатели и набралась большого опыта. Отыгрались за младших. В выходные на стадионе «Спартак» прошли очередные матчи юношеской футбольной лиги. Благовещенцы играли с Сахалином. Первыми на поле вышли игроки до 16 лет и потерпели поражение со счетом 0-7. Но одноклубники постарше сумели по-спортивному отомстить за проигрыш младших и буквально разгромили соперников. С каким счетом завершился матч, расскажем в сюжете. Атака за атакой. Футболисты Благовещенска буквально бомбили мячами по воротам Сахалина. С этой командой ребята встречались на выезде в первом матче сезона. Остров принял Амурчан негостеприимно, плохой погодой и проигранным матчем. Отдавать победу дома благовещенцы не собирались. Мотивации добавляла поддержка трибун с самыми верными болельщиками – родителями. Мы пришли сегодня поболеть за них. Мы не сомневались, что победа будет наша. Поэтому мы всегда готовы, всегда мы тут с дудками, с барабанами. 8-0 – это наш счет, которым мы уже не раз побеждали. И поэтому мы стремимся к этой цифре. Мячей за матч действительно забили 8. Правда, один из них – ворота Благовещенска. Но на общем впечатлении от игры это не сказалось. Амурчане были на голову выше своих соперников. Это признали и сами сахалинцы. Пробовали новую схему, немножко не поняли, как играть. Первые 15 минут просто закидывали за спину, на защитники не садились. Ну и все, и от этого появлялись моменты. А так еще пацаны с Благовещенска физически сильнее просто в два раза. Под конец уже просто не хватает сил, они бегут и не бегут. Мы разобрали команду соперника, мы знали лидеров этой команды и непосредственно плотно сыграли с лидером капитан команды. 11 номер – это лидер команды «Сахалин». Мы приклеили к нему персонально Никиту Семенову, который просто выключил с игры. Этот лидер, который на протяжении 12 туров, который выделялся парень, я еще не увидел. Впереди у Благовещенска сложный матч. 13 августа они встретятся с Владивостокской «Ксшор» – лидером прошлого сезона. В этом году команды уже встречались. Тогда с минимальным отрывом сильнейшими оказались амурчане. Свой профессиональный праздник – День физкультурника в субботу отметят все любители спорта. В этот день горожан ждет насыщенная спортивная программа с соревнованиями, конкурсами и мастер-классами. Все это развернется на набережной Амура и в городском парке. Не ленитесь, обязательно приходите, участвуйте и болейте за атлетов. Я же на этом прощаюсь с вами. Отличного настроения и будьте на спорте!